давайте глянем еще мудрёноча и истории химического оружия химическое оружие оружием это что-то обязательно зеленая газообразная и воняет а все живое погибает при первом же контакте с ним но на деле современные виды хим оружия при нормальных условиях это все бы если что или даже твердый материал а эффект не всегда летальный например временная слепота или временный паралич слезотечение чихание по воздействию на организм выделяют 6 типов вот эти психохимические эти раздражающие остальные в большинстве случаев убивают не знаю 1993 году все страны но почти все подписали соглашение о запрещении разработки производства накопления и применения химоружия а также уничтожения уже имеющихся запасов россия например завершила уничтожение в 2017 году а сша еще не успели википедия говорит что химическое оружие это оружие массового поражения снаряды ракеты мины но я очень хочу расширить это понятие и включить сюда вещи начиная с дыма костра и заканчивая мистером чистюлей из мультсериала симпсоны кстати это моя любимая серия а вы в курсе что создатели симпсонов запустили новинку под названием duncanville это просто уморительный мультсериал так понятно 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 и так химическим оружием человечество пользуется уже давно очень давно с древних времен короче представьте что вы везде волосатый и нашли огонь надо показать остальным в пещере все очень рады находки и в тепле ложатся спать но на утро вы чувствуете сильную головную боль слабость и тошноту а некоторые вообще не проснулись а все дело в том что пещера не очень-то хорошо проветривается а дым от костра это смесь всякой гадости которая пагубно влияет на организм в особенности угарный газ он не имеет ни цвета ни запаха поэтому отравление может происходить незаметно и приводить к незапной потере сознания и гибели а надежных лекарств от такого отравления не существует до сих пор оба же минутка с мудрены чем проветривайте свою пещерку и пещерки ваших друзей если дым так уж мы на твиче профессионалы в этом деле так проветривать пещерки друзей то его можно использовать например против вшей и для выкуривания животных из нор во время охоты вполне себе оружие едем дальше в какой-то момент люди обратили внимание на тех кто давно уже довел свой арсенал химического оружия до совершенства на змей состав их яда очень сложен поэтому единственный способ завладеть им подоить змею но это опасно никогда не делайте так но на всякий случай пожалуй оба же минутка с мудрены чем подай свою змею так чтобы никто не видел просить этих гадов поделиться ядом опасная затея но в природе есть не жадные ребята это жук-листоед из рода диамфидия африканский родственник колорадского жука из его личинок получают диамфотоксин самый мощный яд животного происхождения на планете этот яд при попадании в кровь разрушает эритроциты клетки крови которые переносят кислород по телу и приводит к катастрофическому снижению гемоглобина гемоглобин грубо говоря кислород растворенный в крови заканчивается такое отравление гибелью одна смазанная этим ядом стрела может убить буйвола и его до сих пор используют некоторые африканские народы а еще ядом может поделиться он яд добываемый из его стебля провоцирует сильный всплеск адреналина что приводит к резкой остановке сердца а также блокирует мышцы которые отвечают за дыхание и если сердце еще вдруг будет работать то гибель наступит от удушья а это анчар сок этого дерева вызывает быстрое сгущение крови что ведет к блокированию кровеносных сосудов а затем к параличу сердечных мышц охуеть на нем очень какая-то хуйня есть попробуйте так просто ну решить попробовать и чё за говно я на яблоко похоже и все все это слабо похоже на химическое оружие в привычном понимании тогда давайте перенесемся в античность если бы тогда существовала таблица менделеева то выглядела бы она вот так здесь не так уж много всего но обратим внимание на серу греки римляне перси да кто угодно мог взять бревно а лучше сразу много обмазать их смолой какашками и серой подкатить к стенам неприятеля и поджечь горение бревна это угарный газ а при сжигании серы выделяется еще и сернистый газ вызывающий кашель и души и при контакте с водой которая есть на слизистой оболочке образуются сернистые и серные кислоты глаза начнут чесаться и слезится а при длительном воздействии этот газ может привести к слепоте и гнойным заболеваниям дыхательных на измяется что больше на из осаждаться на химическое оружие такой херней бревнами бревнами осаждать за бсс от пятом году даже не хочу узнать как люди додумались этого гранция и священная римская империя германской нации впервые в истории заключили соглашение запрещающее использование химического оружия в основном речь шла об отравленных пулях перед использованием в бою их специально выдерживали в гниющих тушек животных чтобы в случае несерьезного ранения противник погибал от инфекции потом алхимия превратилась в химию и я надеюсь вы все смотрели видео про крымскую войну 27 марта 1854 года франция с великобританией объявили войну российской империи самый рофал это как средневековье туши коров кидали на самом деле в этом было ну это понятно это не самый рофал это как раз таки достаточно логичная хуйня до которой легко было додуматься корова там где-нибудь сдохла они потом пришли а там куча личинок вонь нереальная мухи летают и все портит загажены все они такие подумали а если закидать гниющим дерьмом осажденную крепость из которой трупы толком никак не вынести и у них там развести дизентерию и полный пиздец чтобы они там все нахер сдохли и чтобы их продукты попортились и так далее и великобритания такая а ты шаришь а а ты такой блять а еще нет великобритания съебись успокойся ты там разъебана блять на куче дерьма ты там сначала соберись блять в одну парашу а потом поговорим и она потом такая а ты дохуя шарик и уходит 3 и начали обстреливать одессу причем весьма интересными снарядами два из которых привезли в севастополь и меньшиков такой пол давайте откроем один внутри оказался айкос шутка короче засмердило так что корнилов у которой стоял рядом сделалось дурно но если вы каким-то чудом еще не видели видео о крымской войне то ссылку найдете в описании следующий запрет шариками из говна с ним оружие подписали в 1899 на гаакской конференции теперь нельзя использовать снаряды с вонючей начинкой снаряды запомнили это но началась первая мировая война которая быстро превратилась в окопную войну из-за новых технологий обороняющаяся сторона всегда имела большое преимущество а нападавшие несли огромные потери сидеть в траншеях можно сколько угодно но войну так не выиграть и в дело пошли грязные приемчики первое официальное применение химического оружия совершили немецкие войска в 1915 году это был хлор гаакская конференция запрещала использовать снаряды единственным назначением которых было распространение удушающих или вредоносных газов ну и немцы такие какие еще снаряды они приготовили кое-что другое притащили на линию фронта почти 6000 баллонов по 40 килограмм каждый дождались попутного ветра пооткручивали вентили и выпустили больше 150 тонн газа произошло это все около бельгийского города ипр немцы и сами потравились потому что баллоны открывались вручную хлор тяжелее воздуха поэтому ползет по земле и достигая окопов заполняет их а кто в окопах правильно англичане и французы они не сразу поняли что происходит поэтому первое применение этой гадости можно считать успешным попадая в легкие хлор контактирует с водой образуется соляная кислота которая начинает сжигать легкие а дальше гибель либо от удушья либо от последующих гнойных осложнений в целом же эффективность хлора сомнительная во-первых надвигающиеся желто-зеленые пары заметно издалека к сожалению англичане и французы не могли так просто повылезать из окопов и дать дёру оттуда так как немцы вели по ним огонь во вторых защитить дыхательные пути от хлора может мокрый кусок ткани я надеюсь вам не нужна еще одна оба же минутка с мудренычем последний раз обоих видели с этой сучарой минутка с мудренычем если поблизости нет воды помни вода всегда есть внутри тебя в комментариях к этому видео вы обязательно найдете что-то типа вообще-то химоружие первые применили французы еще в 1914 французы использовали бромуксусной кислоты этиловый эфир по сути это слезоточивый газ который они затолкали в снаряды тут тоже они прикопались к словам написано запрещены снаряды единственным назначением которых добавляешь в снаряд взрывчатку и он под этот пункт уже не попадает удобненько только толку от этого газа не было более того немцы и сами пользовались им еще до хлора короче после хлора все дружно забили на декларацию 1899 года так чуть позже появился фазген вообще он давно появился аж в 1811 вот этот дяденька намутил но в бою применили только в первой мировой фазген тоже удушающий газ как и хлор только мощнее во первых он бесцветный и обнаружить его можно только в первые секунды по запаху потому что дальше обонятельный нерв блокируется и запахи не чувствуются вообще гибель наступит внезапно но позже и возможно даже на следующий день несмотря на то что молекулы фазгена довольно быстро разрушаются в организме человека предка и попадает в легкие и успевает истончить легочные мембраны а раздражающие свойства газа приводят к усиленному кровоснабжению в область дыхательных путей в итоге сосуды прорывает и легкие заливаются кровью потом изобрели противогаз страны снабдили им свою армию и боевая эффективность хлора и фазгена резко упала но к 1917 году снова около города и пор снова немцами был использован и прит до название взято у города это уже был не газ а жидкость которая заливалась в снаряды а артиллерия доставляла по адресу при разрыве снаряда иприт разбрызгивался в достаточно большом радиусе и зона поражения могла оставаться опасной неделями иприт поражал не только дыхательные пути но и кожу поначалу дискомфорт не ощущается потому что иприту надо проникнуть глубже смыть его с кожи не получится только размажешь или вдавишь в себя еще глубже через несколько часов кожа краснеет вырастают гнойные пузыри которые через два-три дня лопаются образовавшиеся язвы максимально умеем и для инфекции и скорее всего продолжат гнить и дальше попадание в глаза приводит к слепоте а еще и прид это мутаген повышающий риск развития рака но и на него разумеется нашлась управа костюм химзащиты с противогазом полностью обезопасили солдат от испорченного воздуха но это не единственная причина почему химическое оружие перестали массово использовать его опасно хранить на своей территории оно сильно зависит от погоды если ветер внезапно изменит направление то пострадает уже собственная армия дождь вообще может пропитать отравой почву на войне важнее захватывать стратегические точки чем уничтожать побольше живой силы противника если отравить землю воду и воздух в какой-нибудь крепости и и защитники погибнут но сильно ли вам захочется расположиться в ней или на смену придут новые защитники только уже в химзащите гораздо эффективнее сравнять крепость землей обычными снарядами со взрывчаткой чтобы врагу нечего было там защищать окончательный запрет страны подписали в 1925 году он носит название женевский протокол хотел бы я сказать что больше химическое оружие не использовалось но к сожалению это будет неправдой спасибо за просмотр и как всегда отдельный респект ребят и как всегда люди конченые которые воеваю воюют и делает такой трэш просто пиздец вся вся жизнь людей крутится вокруг войны и способах убить других людей и чем эти способы эффективнее тем больше гордости за свою страну или чего-нибудь такое но вы поняли